Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. И сегодня у нас вновь обещанный репортаж из сада Петра и Елены Поповых. Мы снимали наш репортаж предыдущий в мае и обещали обязательно вернуться в августе и показать, как поднялись, вообще прижились все растения, как выглядит сад на пике своей декоративности. Ну, к сожалению, по разным причинам в августе мы приехать не смогли, поэтому сейчас уже конец сентября, но мне кажется, сад даже выиграл от этого. Мне кажется, что он, я не знаю, как он выглядел в августе, но сейчас это просто бомбическое зрелище. Здравствуй, Вика. Привет, Андрей. Привет всем. Всем уже давно хорошо известная, да, работает над этим садом уже третий год для тех, кто смотрит нас в первый раз. Вот, и сад уже, я так понимаю, Вика, сдан под ключ. Да, я кое-что хотела бы досадить следующей весной, но, в принципе, можно на этом остановиться, да. Ну, понятно, что всегда будет какой-то уход, это как с ремонтом, который нельзя закончить, можно только прекратить, но уже, как бы, вот, можно сказать, все, немножко размести по углам мусор и, как бы, вот. В следующем году у нас запланирована замена старого мощения, которое было в тот момент, когда заказчики дом покупали, и отделка цоколя, и лестниц, в общем, как бы, ну, хотят, чтобы все было идеально. Прекрасно, да. Сейчас этого нет в этой зоне. Давай скорее побежим, у нас вечер, вот, смеркалось, а хочется все показать, посмотреть, потому что цветов просто какое-то безумное количество, я весной не видел, что их так много. Нет, их было так много. Да, они просто у тебя увеличились так. Ты, мне кажется, сама похорошела за это время вместе с этим садом. Прекрасная, мне кажется, работа, когда ты делаешь красоту и сама немножечко вот от растений получаешь вот это вот цветение. Хорошо, спасибо. Ну, мне кажется, что вот это очень знакомое растение, это не калимерис случайно. Калимерис, да, да, все правильно. Калимерис, и он цветет уже третий месяц, я хочу тебе сказать, в этом саду. Это совершенно дивное растение. Это альба, бело-цветковый культивар. И я считаю, что здесь он очень уместен, потому что он вместе с кровохлебкой лекарственной альба выбеляет эту зону, что, в общем-то, очень для природного сада очень типично, очень естественно. Ну и хорошо, мне вообще очень нравится это растение. Я удивляюсь, почему оно до сих пор не во всех садах растет. Вот впервые мы сажали его с Натальей Завидией и Малки Лоренс, и уже тогда просто все были в восторге, потому что облако таких цветков, как мотыльков, объемный куст, цветущий вообще бесконечно долго. Мне кажется, наши зрители должны обратить на него внимание и срочно где-то достать. Абсолютно, однозначно. Вот, ну ты помнишь, да, что вот эта зона вдоль автомобильной дороги, она у нас комбинированная с кустарниками. И, в принципе, можно увидеть, как и кустарники себя проявили в этом году. Они все были посажены здесь этой весной. То есть это у нас пирея вангута, это у нас самый тривиальный кизильник блестящий. А кто у нас там еще? Кто-то у нас еще? Сирени у нас еще были досажены здесь. И сейчас они очень хорошо работают вместе с многолетними, я считаю. Вот, кстати, у нас же еще здесь была посажена гортензия, по поводу которой, ты помнишь... Да, да, было очень много комментариев, что ванила фрейса, такая гортензия, которая паникает, разваливается. И вообще совершенно для сада в природном стиле никуда не годится. Значит, смотри, сейчас у нас вторая половина сентября. Вот, собственно, как выглядят, да, как себя ведут соцветия. Причем размер их, в общем, понятен, да? Полторы головы пионера, немаленькие. Вот, в чем секрет, почему они не легли никуда, да? Потому что сам саженец был уже, в общем-то, подрощенный немалявочка. Если бы мы с тобой сажали там П9 или там П9 воткнут в Ц3, да, то он бы, конечно, валился. То есть надо смотреть, что ты сажаешь и как ты его будешь формировать. Ну, это надо сказать еще, что у нас тут вторую неделю заливают, дожди идут каждый день. И все не то, что в гортензии ванила фрейс, но и вообще все немножечко расплющивает. А здесь такое ощущение, что кто-то походил и заранее все это немножко встряхнул и поднял. Но, наверное, нет. Мы с тобой вместе приехали, здесь никто этого ничего не делал. То есть это после вот этих двухнедельных дождей вот такое состояние, пожалуйста. Приказ, слушай, я еще хотел спросить, вот для меня интересно, я увидел там клевер. Вот когда ты говорила в прошлом ролике, что вы посадили клевер, вот я немножечко представлял себе какой-то другой клевер, а вот это, я так понимаю, он и есть. Да. Вот это вот замечательное, красивое растение. Да. В этом году он, кстати, себя проявил не очень хорошо. Почему? Потому что была очень большая засуха. Видишь, он выдал мучнистую росу. Вот. Но, в общем, как бы обычно он этим не страдает. Вот покажем, какое красивое совершенно... В конце сентября вообще, да? Продолжают цветения клевер. Это знаешь что? Это не продолжает. Вот цветение было, да, и вот эти шишечки, они тоже очень выглядят симпатично, да. Но это своеобразная эстетика, то есть кому-то это нравится, да. Для природного стиля это прекрасно, да. Да. А это уже, вот получается, что он заново отрос. То есть это не прекращающееся цветение было, это уже просто вторично он зацвел снизу. То есть он побеги эти выдал снизу. На которых он цветет сейчас. То есть это второе цветение. Слушай, еще хочу, вот я заметил там растение такое интересное с листьями, напоминающими крапиву. У меня даже нет версии, что это. Ты мне можешь рассказать? Это пасконник. Пасконник морщинский. Да ты что, это пасконник? Да, это растение вообще с Северной Америки, но оно прекрасно у нас в природе себя чувствует. Листики очень сильно похожи на крапивные, это абсолютно правда. Обычно у него вот эта белоцветковая форма, это видовая. Но сейчас выведено довольно много сортов, уже там и листья пурпурные, цветочки там красные или пурпурные, или почти черные. Мы привыкли, что пасконник это что-то большое, такого красного оттенка, высокое растение. Так, ну что еще здесь интересного? Ну, я думаю, что малинью тростниковую наши опытные зрители-садоводы все узнали. Совершенно замечательное растение. Вот огромный такой вот кочка вообще травянистого злака. Слушай, ну это Хайдебраут, поэтому вот такая высота, это такой сорт. Значит, здесь были посажены еще другие сорта, но они досаживались. То есть в момент посадки тут только Хайдебраут был посажен. Вот там вот видишь на заднем плане тот же самый Хайдебраут, и вот это, по-моему, или Марфлейм, в общем, какой-то другой сорт. Слушай, ну вот это-то Пупавка. Пупавка, да. В этом саду три сорта. Пупавки, да, цветет, вот как она зацвела, там в июне, по-моему, да, в второй половине июня, она цветет непрерывно, вот как раз-таки. То есть это не второе цветение, а это просто вот бесконечное цветение. Некоторые сорта Пупавки сеются, и видовая, естественно, тоже сеется. Вот пока не вижу, чтобы здесь сеялось, хочу, потому что, в принципе, это малолетний. Ну, ты хочешь, мне кажется, слишком много, если ты посадила это совершенно недавно, ты хочешь, чтобы это уже и посеялось. Нет, я хочу тебе сказать, что обычно, когда мы сажаем сорт, который сеется, через два месяца уже мы видим это. Ага, я понял тебя. То есть тут пока вот этого нет, но в этом году тут было довольно много прополки. Я понял тебя. Поэтому тут, может быть, что-то и лишнего нет. Вот это ты зря делаешь, потому что, скорее всего, вот именно этот сорт не сеется. Черт побери, ну, слушай, ну, потрясающая Пупавка, мне кажется, потому что такие сизые красивые листья, и именно такой очень благородный цвет. Не вот этот вот желтый такой агрессивный, а именно такой мягкий, беловатый, сизоватый. Слушай, ну вот желтый, где он агрессивный, скажи мне, пожалуйста. Вот посмотри. Слушай, ну, когда они в большом количестве, да, а вот тут еще у тебя, смотри, какое замечательное сочетание, классическое, можно сказать, желтое с фиолетовым. Угу. Это у нас что? Ну, это один из самых-самых стандартных сортов котовника, то есть тут ничего сверхъестественного нет. Котовник фасану, да? Да, да, да. Тут вот, кстати, осока гладконосная была досажена, досажена уже, по-моему, в июле, в очень жаркое время, и, в общем, как бы, видишь, она пока сидит и думает еще. Ну, давай, веди нас дальше. Да, кстати, мы рассадили землянику еще лесную, прям внутрь этого цветника, то есть это то, что формирует нижний ярус. Вот, кстати, если вот... Как пучевопокровное растение, да? Да, да. Если с этого ракурса посмотреть на этот цветник, да, то видно, что вот это вот довольно старое такое, я не скажу классическое, а скажу, что старое такое традиционное, значит, манера посадки, что дальний план у нас высокая, да, передний план у нас низкая, да, что, в общем, как бы это особого смысла не имеет. Видишь, цветник весь многослойный, я не скажу многоярусный, скажу многослойный. И как это создает объем? Совершенно по-другому смотрится. Я не знаю, будет ли это ощущение на камере, я надеюсь, что будет, ощущение вот этого объема. Слушай, ну ты же не сажала большие кондиции, вот я же помню, что горшочки были трехлитровые. У нас были разные, слушай, у нас было и П-9, у нас было П-11, у нас было С-3, у нас было что-то и С-5. То есть все-таки большая кондиция и тут свою роль сыграла. Не было посажено совсем все-таки небольших растений, потому что, ну вот дербенники, они просто с меня ростом огромные. Слушай, ну на самом деле, да, мы не ожидали, что сад вот так выстрелит, честно тебе могу сказать. То есть это не очень типично. Ну, во-первых, любящие руки хозяйки сада. Да, у нас в кадре появилась хозяйка сада Елена. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Андрей. Подойдите к нам поближе, к микрофону, так сказать. И скажите ваше впечатление, потому что мне все-таки не столько викины, сколько ваше интересно. Потому что вам здесь, так сказать, жить и радоваться, вы вообще в принципе довольны. Ой, мы очень довольны, очень мы довольны, действительно, потому что это такая красота, которую мы, в общем-то, даже и не предполагали, что мы такое увидим. И так у нас будет красиво, и к нам будут приезжать наши друзья. И недавно у нас была пара, и они, ну, безусловно, никакие не профессионалы, просто они, ну, им очень нравится, и они интересуются. И нам сказали, что надо же, у вас даже красивее, чем в Новой Голландии. Ого, мне кажется, это мощный комплимент. И вообще последний тренд, что вот этот вот именно вот, ну, вот, сад, состоящий из растений, которые вот травяные, да, вот такие вот, вот, что они вообще были просто поражены, что у вас тут такое, давайте нас здесь фотографируете, здесь фотографируете, здесь фотографируете. Вот, и главное, что нам нравится, во-первых, сочетание цветов, мы очень любим вот эти вот все вот фиолетово-розовые, и что он цветет постепенно. То есть, вот оно начало одни отцветания, главное, что вот этого перехода даже нету. Одно цвело, давайте сидим, ждем теперь, что у нас за... Нет, ну, это принцип сада неприродного цветения, да. Ну, у нас-то никогда не было никакого сада, у нас была дача, на которой была трава, все, там, в общем-то, ничего больше не было. И так, чтобы вот у нас был именно сад, и это вообще вот первый раз в нашей с Петром жизни, поэтому мы вообще безмерно счастливы, вот я могу так сказать, и благодарны нашей дорогой Виктории. Спасибо, мне так приятно. Ладно, давай, Вика, потихонечку прогуляемся, наверное, в сторону плодового сада, в сторону такой зоны, где мы, может быть, найдем какое-нибудь яблочко или игрушку, я же все, понимаешь, немножечко голодный вечно. Хорошо. Вечно, да, голодный художник. Пойдем, пока никто не видит. Да, пока хозяйка ушла. Может быть, чем-то и поживимся. Слушай, знакомое растение, бодяк, по-моему, если не ошибаюсь. Бодяк поручейный, сорт Атропорпуреа. Это сорт, который самый стабильный, на мой взгляд, по моим наблюдениям. Но, конечно, он должен был цвести в июне, и в июле он уже вообще не должен был цвести. Вот этот вот бодяк, в этом саду было посажено два экземпляра. Вот один, и вот там второй. Вот они оба цветут непрерывно. Хотя это не есть нормальное для сентября, да? Это абсолютно ненормальное ни для сентября, ни даже для июля. И, в общем, это цветение продолжается четвертый месяц. Я не понимаю, как это происходит, и как это остановить, и почему, и зачем. Мне очень нравятся растения, ну, скажи, вот по секрету, тебе Елена не звонила и не сказала, что Вика у нас тут какой-то сорняк вырос. Нет, она прям гордится им. Нет, ну, посмотри, как он выглядит вот там, вот тут вот понятно, что он как одиночка, тут не совсем понятно. Хотя, с другой стороны, мне здесь он очень нравится. Ну, посмотрим, что скажут наши зрители. Мне кажется, что интересно узнать их мнение по поводу вот такого спорного растения. Да, чтобы снять его. Ну, мне тоже интересно их мнение, но для природного сада это растение потрясающее. Потому что даже когда она цветает, у него вот эта вот совершенно волшебная ботва, она очень нужна в саду природном. Большой такой тоже зеленый кустик, да, получается? Ну, а при этом, несмотря на то, что он большой, он совершенно воздушный вот в этой верхней части. Он ничего не затеняет, ничего не заслоняет. Мало растений, кто так себя ведет на такой высоте. Согласен. Совершенно не валится в такую сторону. Иглана не валится, да, только хотел сказать. Это растение, оно очень-очень ценное. По всем параметрам. Да. Ну что, двигаемся по нашему вот этому фрагментарному мощению. Да, вот смотри, кстати, мы сделали грядку, правда, еще не заполнили. Ага, здесь будет грядка для пряных трав. Здесь, ты знаешь, что, я думаю, все-таки, что здесь будет в основном земляника, клубника, да, вот, и какие-то травы уже такие более вот непряные, потому что пряные у нас, они вписаны в цветники. Да, их, в принципе, хватает и здесь. И тимьян растет в цветниках, да, и мята растет, и мелиса, и соп растет, душица растет. Ну, в общем, можно позволить себе грядку для чего-то более полезного, чем пряные травы. Да. Слушай, ну, мята просто тут, я не знаю, сошла с ума, мне кажется, она завалилась на дорожку. Это вот то, что было посажено в С3. Где дорожка-то? Вот, на самом деле, мы сразу планировали, что вот эта пошаговая дорожка, что по ней будет ходить трудно. Слушай, какой я ее всколыхнул, вообще аромат ставит, совершенно безумно просто. Это, кстати, сорт, который... Шоколадная, да, по-моему? Минт-шоколад, да. То есть такое ощущение, что ты берешь эту конфетку фазер мятную ешь. С довоенных времен знакомый запах финской шоколадки с ментолом. Однозначно, да. Вот, это было посажено просто горшочек С3. Вот, посмотри, пожалуйста. Это один куст? Да, это один горшочек. Один трехлитровый горшочек? Да. Да, то есть тут можно насушить ее, я не знаю, насколько сильнее. Слушай, ну потом бороться с ней не придется, она не пойдет, как сныть по всему саду. Слушай, нет, она, конечно, ходит. Она, конечно, ходит, чего лукавить-то? Но, в принципе, тут не страшно, если она куда-то пойдет. Ну, мне кажется, вот, по-моему, здесь была голубика, и мне кажется, она прям подмятая. Ты знаешь, я хочу тебе сказать, что вот в контексте этого сада это очень хорошо, потому что наши прекрасные таксы, они охотятся за ягодами, они объедают, они съели практически с нижнего яруса всю красную смородину, всю черную, крыжовник. И голубику, вот, Лена была прям счастлива, что голубика спрятана в мяти. Ну, а мята им как бы не очень нравится, я так понимаю. Ну, они ее не едят. Прекрасно. Хороший лайфхак, да. Если вы хотите, чтобы ваши собаки не съели весь ваш урожай, посадите мяту. Ну, вот здесь получилось именно так, да. Вот это сорт Orange Mint, что ли, не помню. Скажем потом, напишем в титрах. Вот видишь, он уже совершенно другой, видишь, он ниже. Ну, да. Он из такого же горшочка абсолютно был посажен. У него диаметр в два раза меньше. Никуда он тоже пока не пошел. Вот он, у него аромат более интересен в плане кулинарии. Мне кажется, что его можно добавить и в мясо куда-то. Да, согласен. Немножко такой какой-то розмаринный. Он более пряный. Он более пряный. Да, да, да. Вот. Так, ну вот смотри, это наш фантом. Давай покажем размер этих соцветий. Тут уже не полторы головы пионера, тут, наверное, две. С половиной. Это будет что-то двух-трехметровое, и вы будете оставлять его. Значит, смотри, если мы это выпустим, то это будет, ну, три метра фантом, по-моему, не берет, но два-два с половиной легко. Вот. Если мы будем каждый год резать где-то там до 30 сантиметров, то он не наберет. Вот, у него нет такой энергии роста, чтобы за год набрать полтора-два метра. Ну, да, в принципе, да. На летние побеги они где-то в метр двадцать максимум. Я думаю, что здесь должен быть размер примерно вот такой вот, не выше. Вот, поэтому весенней формировкой мы будем добиваться именно вот этой высоты. Прекрасно. Вот у нас наши, помнишь, калина плодовая, которую в прошлом году сажали. Совершенно прекрасная. Посмотри, как она себя ведет. Вообще, как... Ну, наконец-таки, я хоть что-то поем. Ой, слушай, вот, наверное, ее надо после заморозков есть. Нет, слушай, хороший сорт, правда, он не горький. И даже и до заморозков. Не горький. Да. Мне, кстати, с тобой согласна. Сорт хороший. Скажи, ну, этот вкус будет довольно большой, мне кажется, если он уже такого размера, то скоро тут между фантомом и калиной придется протискиваться с мачетто. А тут и был такой смысл, что здесь идем с трудом. Мы спокойно можем пройти по газону. Угу. Нет никакой необходимости прямо здесь ходить. Но заказчики хотят здесь ходить, им нравится. Поэтому, мне кажется, это для детей очень интересно играть в какие-то джунгли, пробираться, знаешь, по какой-то тропе между растений. Вик, я, наконец-таки, увидел яблоки, которые висят снизу, а я их ожидал сверху, а они висят снизу и просто какого-то огромного размера. А вот яблони-тдве. И вот на этой яблони мы с тобой как раз видим два сорта, потому что они примерно одинакового срока созревания. И вот мы видим сорт номер один, и вот сорт номер два. Да, они прям вот одновременно. Вот здесь у нас место прививки, собственно говоря. Вообще, слушай, потрясающие огромные яблоки. Они уже поспели? Почти, еще не, нет, еще ждем. Еще не поспели. А вот на второй яблони мы сейчас туда двигаемся. Потрясающе. Я просто потрогал. Не надо. Вот смотри, кстати, жимолости в этом году почти не росли. То, что говорили, помнишь тоже в комментариях? Да, да, да. Были дебаты, что зачем она посадила их всегда. Да потому что они, в общем-то, очень часто имеют довольно бледный вид. Куда бы их и не посадить, как к забору. Вот. Была тема такая, что понравится ли это соседям. Но соседи с той стороны тоже огород. Да, да. И там где-то у них тоже, по-моему, наши кусты. И солнце идет с той стороны. Не с этой стороны, а с той стороны. То есть они никоим образом не затеняют. Они не просто создадут небольшую такую кулису, но в то же время она дублируется еще нашими гортензиями. Ну, я бы очень хотел таких соседей, которые затеняли бы меня такими прекрасными растениями, что-нибудь. Потому что мне кажется, что это вообще прекрасно. У себя можно ничего не сажать, потому что просто заимствованным пейзажом. Ты вот на это соседе посмотри. Вот его размер. Да. Я не знаю, это длиннее, чем длина моей руки до локтя. Ни к чему кормили-то? Таких лошадок откормили. Ну, ничем особым мы не кормили. Мы просто хорошо посадили и хорошо заправили. То есть если, в принципе, хорошо посадить, то можно и особенно вот как во многих роликах на ютюбе рассказывать, как они вносят сначала азотные подкормки, потом калийные, потом фосфорные. И все это продолжается так, хотя мне кажется, гортензия не настолько требовательна. Нет, нет. Вот я сейчас скажу и тебе, и всем нашим зрителям скажу. На самом деле, смотрите, если у вас плодородный суглинок, это одна история, растение вам простит большинство дефектов вашего ухода. Если у вас какой-то другой грунт, то тогда нет. Тогда чем больше дефектов агротехники, то тем хуже будут выглядеть растения. Просто здесь очень хорошая земля была. Материнская, правильная посадка, хорошее качество посадочного материала. И все-таки мы удобряли. Мы удобряли только один раз. Если посмотреть современную агротехнику гортензии, то одного удобрения недостаточно считается. Все-таки. Но в этом саду достаточно, я считаю так. Ну, то есть мы видим результат. В принципе, мы видим, когда хватает, когда не хватает. Да, вот результат, он налицо просто. Да, он просто потрясающий. Просто такие цветки, честно говоря. Причем при всем при этом, если бы она была перекормлена... Размер цветков просто, мне кажется, это точно фантом. Посмотри, это, мне кажется, сантиметров пять, наверное, в диаметре. Ну, не меньше, не меньше. Смотри, это длиной просто с мой палец. Да. Да. Вообще потрясающе. Шок. Причем при этом, ты посмотрел, растение хватает сил удержать это. Да. Ничего не падает. И если посмотреть, где было обрезано, то мы видим, что обрезано было почти в ноль. То есть это полностью практически... Обрезка на пень, да? Практически, да. Так как растение уже было довольно-таки зрелое, то оно вполне однолетний вот этот вот побег удерживает. Если бы мы купили небольшой саженец, совершенно юный, перекормили бы его, то это бы все бы сейчас лежало мордой в газон. То есть основная хитрость именно в том, что ты должен понимать, что ты режешь и хватит ли энергии растения удержать это. Это вот к тому, что было в дебатах, помнишь? Да-да-да-да-да. Что в принципе, и из ванилы фрейс можно сделать человек. Абсолютно так. В умелых руках. Так и есть, да. Так, ну вот мы, кстати, с тобой пришли ко второй яблоньке. Значит, на этой яблоньке... Давай я вот туда отойду. Слушай, яблоки такие просто гигантские. Страшно брать эту ветку в руку. У тебя все какое-то выросло здесь совершенно неприлично огромное. Это результат любви. И гортензии, и яблоки. Все просто, ну, каких-то размеров таких. И это у нас, условно, то, что мы покупали, значит, сверху у нас был привит, анонсировать, что это антоновка. Но мы с тобой видим, да, что это далеко от антоновки классической, да, про которую писал Бунин. Красивые яблоки. Очень красивые яблоки. И они явно зимние. Вот. А снизу у нас был белый налив. Его уже нету. Его сняли. Тут было довольно много. Вот, кстати. Ну, он пораньше созревает. И, естественно, он, мне кажется, до конца сентября просто не довисел, даже если бы его не сняли. Нет, нет, его сняли в августе. Причем, по-моему, даже не во второй половине. Но вот Валера отснял эти яблоки. Ну, скажи, а яблони-то эти будут огромными? Или они тоже ты их будешь... Значит, смотри. Сдерживать. Почти все яблони современные, сорта, которые можно купить в наших садовых центрах, они привиты на 118-й подвой. Это полукарлик. Значит, вот то, что мы посадили в этом саду, это два сорта на одном. Они прививаются нашим вот этим поставщиком-питомником только на видовой подвой. Присаживайся у мангала, у камина. Да. 118-й подвой. Я надеюсь, зрители наши услышали. Лично мне эта цифра ни о чем не говорит. Ну, это неважно. Но можно с умным видом прийти, наверное, в питомник и сказать мне, пожалуйста, 118-й подвой. Дайте, ну, чтобы яблонь действительно не превратилась в огромное дерево, где яблоки будут видны в подзорную трубу, правда? А ты знаешь, сколько заказчиков у нас просят именно классическую яблоню, которая будет высокой? Очень многие. Просто когда ты покупаешь, желательно, чтобы ты знал, что ты покупаешь. Тут разговор в этом. А дальше уже каждый волен сам, что ему нравится, то и покупать. Вот именно эти яблони, они как раз на видовом подвое. То есть это будут хорошие такие большие яблони. Естественно, нужно формировать по современной формировке, где-то на высоте 2-2,5 метра центральный проводник нужно уже остановить. 2,5 метра. В некоторых, да, из некоторых источников даже данные, что где-то метр семьдесят, метр восемьдесят. Будем смотреть. В принципе, у нас место прививки где-то на высоте метр двадцать. Да, нам нет смысла действительно ее очень сильно задирать, иначе снизу сорт, он будет стагнацией всегда, потому что ему не будет хватать света. И, в общем-то, это надо будет регулировать. То есть тут есть и плюсы, и минусы того, что он посажен именно на видовой подвой. Просто я об этом говорю, что это как данность, что данные конкретные яблони, а не на видовом. Я все тороплюсь спросить вообще, что здесь за красота такая, потому что вроде бы мы говорили, что будет мангал, а в итоге стоит какая-то штукенция. Расскажи мне, что за конструкция здесь такая. Слушай, ну вообще у нас здесь кострище очень маленькое, очень камерное. И, в общем-то, это и есть мангал. Это вот мы подарили заказчикам, причем они так его берегут, что ни разу даже не использовали. Не воспользовались еще, да. Да, но оно им очень нравится. А почему с ошибкой написано Европлант? Потому что надо ЕП, а не ПЕ. А потому что это Петр и Елена. Однако, ну, видишь, можно считать и так, и так. В одну сторону Европлант, а в другую Петр и Елена. Да, можно и так, и так. Да, и вот посмотри, какие замечательные стульчики мы заказали. Это тоже все под заказ? Да, это все под заказ, да. Там тоже есть где-то буквы? Нет, букв нет. Это просто под заказ. Вот смотри, растениям очень понравилось. Растениям им не очень нравятся. Да, вот это хорошо, что в спину упираются не колючие розы. А замечательные какие-то, это новобельгийская астра, что ли? Да, да. То есть, это же все какое-то потрясающе мощное. Я как-то привык, что это какие-то более хлипкие кустики, а все вообще стебли такие, что их вообще не согнуть, не нагнуть. Где ты вообще это все поступаешь? Я не могу тебе даже сказать, но просто в ландшафтном саду желательно, чтобы всегда так и было. Я так тебе отвечу. Для этого надо, мне кажется, нанять Викторию Сангину, чтобы так все было. Потому что купить самостоятельно такое у меня, по крайней мере, пока не получилось. Потом расскажешь. Буду пытаться на этом. Расскажи мне, с этим костровищем можно использовать в каких-то функциональных целях шашлык, решетку положить на это дело? Решетку, конечно, можно поставить. На самом деле толщина металла здесь очень хорошая. Посмотри, тут все в порядке. То есть, это совершенно рабочая штука. Они не случайно боятся хозяев этим пользоваться? Не прогорит оно в первый же день? Нет, слушай, на самом деле они даже здесь устраивают уже посиделки. Просто вот почему-то вот... Берегут. Нет, я тоже берег, красиво. Очень хорошо, вроде зона маленькая, но раз, два, три, четыре, пять, шесть человек здесь, в принципе, довольно-таки комфортно размещаются. Да, да. А больше и не нужно, я считаю. А мы решили, знаешь что? Что если что, два стульчика можно взять и в дом, если, например, будет недостаточно. А вот, слушай, и хотел я посмотреть хваленую вот этот вот трильяж, не помню, как называется, что помнишь? Обещала, что будет похож на пион. Ну, и он что? Ну, скажем, на маленький пиончик. Ну, а не моновидный, давай так. Скажем, скажем. Нет, слушай, цветок очень интересный, такая серединка у него интересная. И я думаю, что в какие-то другие времена, сейчас все-таки не будем забывать, что конец сентября, наверное, они были и побольше, и поярче. Слушай, ну, здесь ты помнишь, да, эти саженцы были чрезвычайно небольшие. Да, да, да. И мы когда посадили, то их... Вообще от них не ждали цветения, возможно, в этот год, да? От них почти сразу ничего не осталось, потому что побеги, вот эти вот новые почки, были сбиты и при посадке, и потом еще и собаками. Давай не забывать, что здесь 8 такс на участке. Слушай, смотри, они самоочищающиеся. Да. Они прямо отваливаются. Причем, ты видишь, у них непрерывное цветение, то есть вот они, как мы посадили, вот они пошли и начали цвести, и они цветут непрерывно. Замечательный сорт. Да. Очень хороший сорт. Прекрасно. Слушай, вот я вижу грушу. Да. Ты мне обещала, что будет много груш. А я тебе хочу сказать, что у меня на моей груши, у меня на участке, все завязались, вот тоже там было порядка 18 завязей, все завязались, и у меня сломала ветку, а ветка это была прибитая, я ждала 2 года. Да ты что? Да, и дождалась, что просто вот сломан. Мне надо было ждать, надо было взять, да, взять и просто все это отщипать. Это просто Мария сорт. Ага. То есть это сорт, ну, практически, можно сказать, десертный по описанию, но пока он еще не созрел. Ну вот я тоже пока все уже жду, третий год, когда он у меня появится. Просто Мария, просто грушу хоть одну, прости. А кто тебя сажал? Я сам себе сажал. Хорошо, я намек твой понял. Зови, посадим. Важно не какой сорт, а кто сажал. Ну, нет, на самом деле в грушах сорт тоже важен. Ну, я у себя дважды удаляла под ноль груши и сажала заново, потому что в грушах бывают сорта совершенно... Ну, мне приятно, что меня утешаешь, да, что, возможно, это не я криворукий, да. А что-то пошло не так. Слушай, я вижу, наконец-таки классический паскодник, я его узнал. Правда, какого-то он не очень большого роста. А, и чуть не пропустил клён, который мы сажали с тобой 3 года назад. 2-2, мы с тобой в 20-м, по-моему, году сажали. Да, ну вот... Который вырос... Начал уже, да. Очень большой. Начал расти, наконец. В прошлом году он думал, ты помнишь? Да, да. В прошлом году он думал, а в этом году он вместе по еды на порыве... Вообще выдал такие побеги вообще огромные. Ну, вот весной будем формировать уже. Сейчас я не буду ничего трогать весной. В общем, не рекомендуешь, как бы не хотелось бы вот эту вот веточку отрезать, которая уперлась в землю. Всё-таки подождать с этим делом лучше до весны, да? Слушай, ну я сторонник классической весенней обрезки. То, что в Европе называется зимняя. Я знаю, что многие мои коллеги режут осенью. Да. Ну, я этого не делаю. Когда есть время, возможно, да, руководствуясь непотребностями растений, а собственными возможностями я это делаю. У меня никогда нет времени, я это так отвечу. Не весной, не осенью. Но осенью считается, что если не заживет срез, то, соответственно, он может подмерзнуть. Ну, некрозы могут быть, да. У нас всё-таки климат суровый довольно. На самом деле, растению, если погода хорошая, достаточно двух недель, чтобы закрыть вот это вот место. Всего две недели. Всего две недели. Но просто по регламенту нашего бюро мы режем весной. Ясно. То есть, если что-то конкретно сломалось, мы придём, зачистим, обрежем как надо. Если ничего не сломалось, мы режем весной. Очень хорошо, когда следуешь каким-то протоколам, и не надо ставить перед собой вот этот выбор, когда резать. Вот как заведено у вас, так и режем, правильно? Ну, мы делаем так. Молодцы. Здорово. Посконники, слушай, какие прекрасные. И причём, вот смотрю, вот этот с тёмно-зелёными листьями, а здесь посветлее. Это потому, что здесь тень? Слушай, вот мне кажется, что это один и тот же сорт. Я не помню, чтобы тут было два разных сорт. Я просто помню, когда мы снимали весной, вот тень, она где-то проходила по этой границе. Да. Возможно, поэтому здесь... Очень может быть. Вот такое вот время, хотя один и тот же сорт. Да. Ну, вот видно здесь, что вот здесь гортензию мы как раз выпустим, то есть здесь она будет выше. Ну, понятно, здесь есть, да, для этого предпосылки, потому что хочется живую изгородь вдоль забора. И, наконец-таки, я увидел облиственный амурский бархат. И теперь я знаю, почему он так называется, потому что у него реально действительно бархатистые листочки, совершенно на ощупь, безумно-безумно приятные. И очень тактильное растение. Так и хочется его погладить по шерстке. Ну, вот смысл тот, что вот, как вот он сформирал эту шапочку, да, вот мы ждем от него то же самое, только вот значительно больше. Хорошо, прекрасно. Вот видишь, это стричь вообще не надо. Значит, как растет, вот так и растет. Ты знаешь, да, я хочу тебе сказать, что мы его практически не стыдли. Ну, я бы сейчас вот весной вот эту ветку, которая уходит сюда, вот видишь, да, вовнутрь, я бы ее бы, наверное, все-таки убрала. То есть, знаешь, все-таки давай не будем говорить, что мы что-то не будем резать. Ну, по крайней мере, это не нужно делать каждый год. Вот, уже неплохо. Я бы посадил цветочек. Не надо. Как неприятно эта женщина. Ладно, чебушники. Ну, здесь, я так понимаю, никаких сюрпризов нас особенно не ждут. Ну, кроме размеров листиков. Ну, размеры у тебя тут вообще, на любом растении, у тебя совершенно какой-то гигантизм. Честно, я ничего не делала. Как будто бы ты какими-то литрами... Я тебе могу сказать, что если бы я перекормила, вот послушай меня, пожалуйста, если бы я перекормила, то оно бы все упало, поверь мне. Да. Все перекормленное, оно валится. Оно не перекормленное, просто оно отзывчивое, понимаешь? Да, ну и на всем очень жесткие, действительно, побеги. Вот они вызревшие, твердые, шелуневалки. Абсолютно. Поэтому я даже не думал упрекнуть себя в перекорме. Да, знаешь, что я не принимаю... Даже нет, даже мысли такой не было. А вот смотри, вот у нас бульдонеш решила осенью зацвести. Чудеса. Ну, вообще, да, у Скалины такое случается, она и зимой может вдруг проснуться на оттепель, выдать цветы. Да, а вот, кстати, смотри, ну вот это уже не успеет, но тоже вот что-то хотела. Ну, вдруг нам повезет, вдруг у нас выдаться очередная теплая зима. Ну что, давай тогда, может быть, посмотрим еще вот те вот замечательные ругозы, которые тоже, я смотрю, очень сильно подросли. Да, да. Вот, кстати, изя... И гортензию, про которую у меня в этом году очень часто спрашивали, Лайм Рикки. Да, вот давай покажем. Сейчас она уже потеряла, как бы, свои вот такие вот красивые лимонно-желто-лаймовые оттенки с центральной мышечкой. Ну, лимона, мне кажется, такой сель-зеленый был лимон, так тебе скажу. У нее просто внутри вот была такая вот штучка. Розовенькая пупочка. Розовая лиловая, да, очень симпатичная. Мы покажем на фото, это Валера Дедох с нам снял. Вот, а я считаю, что они все равно прекрасны. Да, слушай, большой, шикарный, красивый лист, и он тоже приобретает какие-то фиолетовые такие оттеночки. Да, да, посмотри, лист пошел таким каким-то вот... И несмотря на крупные шапки, она не падает, как она была. Не падает, абсолютно. То есть очень упругие, несмотря на размер... И несмотря на размер вот этих вот листьев, смотри, да. Хотя это все, я так понимаю, однолетние побеги. Однолетние, да, мы почти под Котовского все подстригли. Да, и вот так она себя ведет. Слушай, еще вот, это же... Леатрис, да. Ну, честно говоря, безобразие. У меня сидит уже несколько лет, и вообще я его собираюсь выкинуть. А тут это... Я не знаю, чем это объяснить. Ну, нравится им здесь. И здесь любят, понимаешь? И здесь любят. Я отравлен черной завистью. Здесь любят франшапного дизайнера. А что ты хочешь? Я понял, да. Я вообще придерживаюсь вот этой теории, что они все слышат и все понимают, растения. Так, ну, изгородь из смарагдов пока еще не набрала проектной мощности. Слушай, ну, ты помнишь, в прошлый раз, как раз вот, когда мы снимали, мы только-только их посадили. Да-да-да. Вот только-только. Там было все непросто, были какие-то производственные браки, растения были не все здоровые. Да. Но вот сейчас видно, что все отлично, все поправились. Все принялось. Да. И сейчас видно, что все-таки надо будет еще выше чуть-чуть держать. Вот не в этой высоте, а чуть выше, потому что шиповник в этом году нам показал, что он все-таки будет в размере не как нам обещали, 60-80, да. Что он вполне будет метр-метр двадцать. Поэтому вот эта изгородь, она будет где-то, наверное, метр тридцать. Вот так. То есть мы ее в следующем году будем поднимать. То есть вы говорите, держать изгородь из смарагдов на уровне вот Ругоза. Да, да. И вот, кстати, можно показать еще что. Помнишь, карандаши эти, да, маленькие, тоненькие смарагдики, они были обрезаны сразу после того, как мы их посадили. И вот посмотри, что это дало, да. Вот из карандашей они уже превратились в такие, в общем-то, туечки. Да, да. То есть я думаю, что к двадцать четвертому году уже мы будем стричь замкнувшийся изгородь. Потому что... Слушай, я надеюсь, что мы опять приедем. Ну, давайте приезжайте. Мне кажется, что наши зрители нашего канала уже полюбили этот сад. И им будет интересно смотреть, как он будет развиваться дальше. Потому что, тем более, видишь, это все набрало такие темпы потрясающие. Теперь оно меняется не каждый год, а буквально каждые несколько месяцев. Растения в этом году, смотри, как очень сильно и в росте, и в цветении преуспели. Газон вообще просто обалденный. Несмотря на то, что трава довольно давно не стрижена, ходишь просто как по пуху. Приятно. Слушай, вот это местечко, вот здесь вот таксы выбегают и здесь писают. Я так и подумал, да. Тут собачка слегка. И мы даже один раз привозили новый газон. И вот это местечко... Собачий туалет. И это местечко мы перекладывали. Ну, вот... Ну, это единственный огрех. Вот мы прошли по всему газону, уложенному в мае. Когда? В мае даже? Или раньше? Слушай, ну... В весной. Мы когда снимали, он уже был уложен, да? Да, он уже был уложен. Значит, в мае мы его клали. Да, да. И вот он, несмотря на то, что лето было довольно-таки засушливое, вообще выглядит очень здорово. Классно. Ну что, давай будем заканчивать ролик. Надеюсь, что нашим зрителям этот сюжет понравился. Мы тут так расстарались и сделали хорошие съемки. Поэтому я надеюсь, что всем будет приятно. Да, я тоже надеюсь. Увидеть, Вика, и тебя еще раз, и семью Елены и Петра, и когда-нибудь выбежавших собачек мы тоже посмотрим. Кстати, да, мы же очень планировали, чтобы собачки выбежали. Мы планировали, но да, несколько выпусков собака дают такой голдеж, аж как будто 10 тракторов работают. Вот, ладно, все, на этом мы прощаемся. Всего доброго, с вами был канал Европлант Лайф, и я, Андрей Смирнов, и ландшафтный дизайнер бюро Гринс Виктория Сунгина. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok